Всем привет! Здесь я хочу представить сравнение китайских термопрокладок серого цвета с жидкой, которая по заявлению производителя разработана в России и обладает чуть большей теплопроводностью. Приведенные термоинтерфейсы я рассмотрю при обслуживании видеокарт GTX 1080 от Gigabyte. Жидкая термушка в данном случае представляет собой относительно густую консистенцию розового цвета с размером частиц на мой взгляд порядка нескольких микрометров. К сожалению, оперативно купить ее у производителя мне не удалось, поэтому заказывал у другого продавца, где в объявлении подробно расписано достоинство данной термопрокладки. Таким образом, я приобрел 4 небольших пузырька, которые пришли не в фирменной упаковке и вместо 4 шпателей было всего 2. Взвесив на весах, оказалось, что каждый из пробирок с учетом ее массы имеет вес, чуть больше 10 грант. Приступим к замене термоинтерфейсов, но перед этим следует почистить карточки от пыли и грязи, накопившейся на них после изнурительной работы. Что, собственно, я и сделал. На первую видюшку установлю обычные термопрокладки. Для этого с помощью линейки произвожу замеры возле чипов памяти, дросселей и мосфетов линии питания, где располагались старые термоинтерфейсы. Подготовив свеженькие прокладки на обвязку питания, устанавливаю термушки толщиной 1 мм, а на память 0,5 мм. На мой взгляд, прежде всего с целью экономии термопрокладок, их можно расположить на каждую банку отдельно. При этом я рекомендую сделать их с небольшим припуском для максимального контакта с чипами, что даст наибольший отвод тепла. Затем остается нанести термопасту на GPU. Установив новенькие теплопроводящие элементы и собрав карту, перейдем к следующей. В данном случае с помощью шпателя наношу небольшое количество жидкой термопрокладки с расчетом толщины в 0,5 мм на каждую из банок памяти. Так как равномерно распределить ее по всей поверхности не так-то просто, поэтому преимущественно кладу термоинтерфейс в центр каждого элемента. Что касается системы питания, делаю все аналогичным образом, за исключением того, что наношу термушку больше, дабы ее высота в результате составила чуть выше 1 мм по всей охлаждаемой площади. Безусловным плюсом такой прокладки является отсутствие необходимости подбирать требуемую толщину. По итогу в пузырьке осталось еще немного термушки, но ее не хватит для замены прокладок, находящихся под бэкплейтом. В завершение нанеся ту же термопасту на видеочип и затем, собрав карту, если посмотреть на нее сбоку, можно видеть излишки термопрокладки. Их можно аккуратно удалить, например зубочисткой. Как известно, немаловажным для термоинтерфейса является то, что он проводит ток или нет. Посмотрим с помощью мультиметра, так ли это на самом деле. Как видим, в данных условиях она является диэлектриком. Поэтому выполню проверку, пропустив через нее 12 вольт от обычного блока питания. В таком случае плюсовой провод погружаю в термоинтерфейс и опускаю в него один щуп, а другой прикладываю к минусу источника. В результате прокладка не проводит ток. Вернемся к видеокартам и посмотрим, как они покажут себя в работе. Запустив программу автобернер сразу после старта операционной системы, можем видеть, что температура процессора карточки, где используется жидкая термопрокладка на начальном этапе ниже. Также выполнят тест в фурмарк. Тут наблюдается такая же ситуация. Карточка с обычными термопрокладками нагревается немного больше. Стоит учесть, что приведенные программы показывают температуру ГПУ видюшек, на которых используется одна и та же паста. И как вы думаете, какая может быть тут связь с термоинтерфейсами? При условии, если исключить погрешность измерений, особенности самих видюшек, то, возможно, жидкая термопрокладка немного эффективнее передает тепло, чем обычные. В результате пространство возле графического процессора нагревается немного меньше. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова